Я скажу то, что очень удивит тебя, но ты должен быть монстром. Нам постоянно говорят быть безобидными и добрыми, никому не причинять вреда, обуздать инстинкт соперничества, не пытаться победить, не быть слишком агрессивным или напористым. После таких слов хочется стать незаметным, тихим, отойти на второй план. Но это неправильно. Безобидный человек не значит хороший человек. Хороший человек – это очень-очень опасный человек, который держит темную сторону под добровольным контролем. По сути, мы все монстры. Мы должны быть абсолютно превосходными монстрами, которые контролируют себя. В нашем генетическом коде так много потенциала. Становясь тихим и удобным, мы лишаем себя роста. В конфликтных ситуациях наши гены создают новые белки и нейронные связи со знаниями, как побеждать. Это похоже на физическую тренировку, верно? Мышцы реагируют на нагрузку, развиваются и становятся сильнее. Нервная система делает то же самое. Если ты попадешь в новую ситуацию, то стресс разблокирует гены и создаст новые части тебя. И это невероятно круто. Ведь кто знает, сколько всего заперто у тебя внутри. Женщинам не нравятся безобидные мужчины. Они презирают и смеются над ними. Чего хотят женщины? Опасных и цивилизованных мужчин. Они хотят помочь их облагородить, как в красавице и чудовище. Красавица не заинтересована в парне, который внешне не был чудовищем. Ей нравится парень, который просто зверь. И так и должно быть. Она интересуется тем, кто, являясь чудовищем, может быть цивилизованным и дисциплинированным. В отличие от первого, который при внешней красоте ведет себя как монстр. Если ты безобиден, ты не добрый. Ты просто безобидный. Как кролик. Кролик не добрый. Он не может ничего сделать, кроме как быть съеден. Ничего хорошего в этом нет. Если ты монстр, но не ведешь себя как монстр, вот тогда ты добрый. Но ты все равно остаешься монстром и должен постоянно это осознавать. Гарри Поттер тоже такой. У него есть недостатки. Ему больно. В нем есть зло. Он все время нарушает правила. Все время. Он совсем непослушный. Но вы знаете, у него есть веская причина нарушать правила. И если бы он был послушным, то он и его маленькая компания не достигли бы победы над злом. Это очень, очень, очень распространенное мифологическое понятие. Да, это очень странно, но герой должен быть таким. Герой должен быть монстром. Но управляемым монстром, как Бэтмен. Это повсюду. И опять же, в историях о Гарри Поттере его коснулось зло, верно? В его душе есть фрагмент настолько черный, насколько это вообще возможно. Вот почему он может разговаривать со змеями. Без этого он бы не смог одержать никакой победы. Это совершенно правильно с психологической точки зрения. Если ты не можешь думать как злой человек, то ты беззащитен перед такими людьми. Потому что они пойдут туда, куда ты и представить себе не можешь. И тогда они победят. И поэтому лучшие мужчины, которых я когда-либо встречал, всегда были крепкими и волевыми. Когда я учился в школе, то заметил, что часто детей, чьим характером я восхищался, исключали из школы. Большинство моих друзей бросило учебу примерно к десятому классу. Они были физически развитыми парнями, которым просто надоело следовать правилам, не учитывающим их характер. Я помню картину, как сильный парень сидит и поднимает руку, чтобы отпроситься в туалет, когда ему очень нужно туда сходить. Это выглядит глупо. В обычной жизни никто из вас так не делал. А в школе заставляли. Одного из моих друзей выгнали, когда он бросил физический вызов учителю физкультуры. Наш учитель был крепким парнем, и друг предложил ему пробежать кросс, чтобы посоревноваться. Это не было чем-то опасным или агрессивным, но его все равно исключили. В мире нет безопасных мест. И вот вопрос. А действительно ли ты хочешь найти безопасное место? Это то, чего ты на самом деле хочешь? Ты хочешь быть настолько слабым? Хочешь быть всегда защищенным от угроз? Что это за жизнь такая? Ты парализованный кролик в норе. Это не жизнь для человеческого существа. Вы должны противостоять опасности, неизвестному и недоброжелательности. Парадокс, который был частично открыт Буддой, но также очень ясно изложен в христианстве, заключается в том, что решение проблемы зла заключается в готовности встретиться с ним лицом к лицу. Кто мог бы об этом догадаться? Это совершенно парадоксально. Так почему это работает? Чем больше ты противостоишь злу, тем больше ты растешь. Может быть, ты сможешь вырасти так сильно, что станешь больше, чем хаос и злоба. Это то, что делают люди. Так мы учимся каждый раз. Когда ты знакомишь своего ребенка с чем-то новым, с детской площадкой, например, чему он подвергается? Хаосу и злове. Дети играют и развивают друг друга, заводят дружеские отношения. Но на самой игровой площадке есть сложная социальная структура и злые хулиганы. Это прямо там. Ты кидаешь туда своего ребенка и говоришь ему «Адаптируйся». И у него получается. Детская площадка – сложное место, и ребенок может адаптироваться. Но насколько можно это расширить? Можно ли расширить это от хаоса, порядка и злобы на детской площадке до хаоса, порядка и злобы как таковых? Вот в чем вопрос. Ребенок в жизни натыкается на проблемы, бежит обратно к родителям за помощью или ответами. Но в какой-то момент у родителей заканчиваются советы, как помочь, потому что они сами не знают, как с этим справиться. И в этот момент ребенок должен увидеть, что он не находится в абсолютной безопасности. Он должен разбудить свою тень. Возьмем историю про Будду. Он осознает, что маленький защищенный город, который его отец построил для него – это точно такой же мотив, как в истории об Адаме и Еве. Никакого рода защиты не может существовать. И он постепенно обнаруживает это. И теперь самое время посмотреть горькой правде в глаза. Ты будешь обижен и озлоблен во многих ситуациях, потому что ты не получишь того, что хочешь. Это порождает мысли, которые могут быть невероятно мрачными. Это может быть очень страшно. И ты, возможно, не захочешь признаваться себе, что ты действительно способен на подобные мысли и агрессивные чувства. Но дело в том, что если эти агрессивные чувства, импульсы и фантазии интегрированы в твой характер, это похоже на диалог с частью себя, которая может быть очень волевой, сильной и опасной. И это действительно полезно быть опасным. Потому что если ты можешь быть опасным, тебе часто не обязательно им быть. Зачастую зло творят слабые люди. Например, слабые мужчины, которые становятся насильниками. Это распространенное явление. Акт насилия, рожденный из слабости, а не из силы. Так что честно относись к своему негодованию. Наблюдай за собой и исследуй, кто ты на самом деле. Будь внимателен, будто ты не знаешь себя полностью. Словно внутри тебя могут скрываться тайные демоны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова